Айсену Николаеву Мероприятие может стать частью традиционного фестиваля «Зима начинается с Якутии». По мнению главы Якутска, фестиваль меха может органично вписаться в программу фестиваля наряду с гастрономическим фестивалем «Вкус Якутии», праздником Строганина и другими. Ирина Крутикова, которую называют королевой русского меха, готова предоставить на фестиваль свою коллекцию. Некоторые площадки на территориях опережающего развития могут ликвидировать. Такое решение должно быть принято по итогам анализа отчета эффективности деятельности ТОР, который проведет Минвосток развития Российской Федерации до конца первого квартала этого года. Об этом сообщил ТАСС, вице-премьер и полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Труднев. Задача поставлена такая. Три месяца на анализ и после решим. Если, скажем, где-то потребуется ликвидировать ту или иную площадку внутри ТОРа, то я считаю это нормальным. Ничего в этом смертельного нет. Зачем нам держать статус там, где по каким-то причинам не появились резиденты, сказал Труднев. Сегодня в Дальневосточном федеральном округе работает 18 территорий опережающего развития, которые состоят из 48 площадок. Работу четырех из них Труднев назвал не очень эффективной. Сено для лошадей из Магаданской области привезут в Якутию, сообщает официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики. В ближайшие дни машины доставят 100 тонн сена. Всего же договоренность с Магаданской областью предусматривает поставку 700 тонн. Переговоры о поставках, как ранее сообщал Минсельхоз, начались еще в феврале, поскольку во многих хозяйствах Якутии в этом году наблюдается дефицит сена. На подкормке стоит 72 тысячи лошадей. В прошлом году их на это время было 25 тысяч. Всего республике необходимо около полутора тысяч тонн сена для того, чтобы обеспечить всех хозяйственных животных кормами в текущем году. Кабинет министров должен помочь малому и среднему бизнесу с выходом на зарубежные рынки. Теперь правительству России наконец предстоит подсчитать, сколько сейчас экспортируют мелкие предприятия и какова их доля в общем объеме вывоза товаров и услуг за рубеж. Пока такой статистики в стране не ведется. Судя по опросу самих предпринимателей, они на зарубежные рынки не спешат. О наличии экспорта заявили только 6% малых компаний. В торгово-промышленной палате отмечают, что малому бизнесу для выхода на зарубежные рынки нужны льготные кредитования, а также целевые кредиты для потенциальных зарубежных покупателей. А кроме того, доступное страхование экспортных кредитов и инвестиций. В 2017 году количество нелегальных микрокредиторов увеличилось и достигло 6,5 тысяч, что втрое больше, чем зарегистрированных Центробанком микрофинансовых организаций. Так называемые черные кредиторы, к которым население уже должно почти 100 миллиардов рублей, работают вне правового поля, не соблюдая требований Центробанка. Банк России фиксирует лишь организации, которые занимаются незаконным кредитованием. До частных лиц, сужающих деньги, руки у Центробанка пока не доходят. Для сравнения, по состоянию на 1 марта 2018 года в реестре Центробанка значилось 2200 микрофинансовых организаций. Объем легального рынка микрофинансирования оценивается в 121 миллиард рублей. Участники рынка пришли к согласованному мнению в вопросе о том, когда средняя ставка по ипотеке снизится до названных главой государства границ и что для этого нужно. По оценкам банкиров, до 7% ипотека может сократиться в период от года до трех лет. Для этого инфляция должна остаться низкой, а Центробанк должен установить ключевую ставку на 1,5-2,5% пункта ниже нынешних 7,5%, считают участники рынка. Допомним о том, что среднюю ставку по ипотечным кредитам нужно снизить до 7-8%, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотеке к февралю этого года составляла 9,8%. Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев предупреждает, что снижение ипотечной ставки, конечно, создаст благоприятные условия. Но за ситуацией необходимо следить, чтобы экономика не понесла большие издержки, как это было в том числе в Соединенных Штатах в 2008 году. Цитата. «Нельзя перегреть этот рынок. Мы знаем, когда ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в Америке. И потом экономика несет очень большие издержки», – подчеркнул Медведев. «В Якутии на начало текущего года более 65% образовательных учреждений в сельской местности и городах располагаются в каменных типовых помещениях. Это произошло за счет принятия правительством Республики Мер», – сообщил глава Якутия Егор Борисов. В результате дети стали простужаться зимой гораздо реже. Глава региона добавил, что на сегодняшний день из 625 школ в Якутии более 200 пока располагаются в аварийных ветхих зданиях. По ним ведется большая работа. Цитата. «Сегодня у нас работает программа по ликвидации второй и третий смен. Ежегодно в регионе строится 10-15 школ. Кроме того, в последнее время мы начали получать поддержку из федерального бюджета». Конец цитаты. «Россияне заметили снижение роста цен. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные Центробанком. Значение обновило минимум за всю историю наблюдений. Оценка инфляционных ожиданий населения на следующий год также обновила исторический минимум. Однако этот уровень все еще остается высоким, а доля тех, кто ожидает инфляцию вблизи 4%, такие цели ставит Центробанк на ближайшие годы, все еще составляет около трети опрошенных. Ключевая причина снижения инфляционных ожиданий – рекордно низкая годовая инфляция 2,2% в январе этого года. Оценка населения в наблюдаемой инфляции может напрямую повлиять на величину снижения ключевой ставки Центробанком, который произойдет 23 февраля, считают эксперты. Российское правительство утвердило критерии, по которым бизнес поделят на категории риска. После отнесения работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к одной из трех категорий будет определена периодичность проведения для них плановых проверок федеральной антимонопольной службы. При этом в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с низкой категорией риска плановые проверки проводиться не будут вообще. На этом все. Оставайтесь с нами на Якутия 24.